Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Девочки, я вам хочу рассказать и показать сейчас. Я, в общем, я тут сейчас готовлю обед и попутно думаю, покажу вам, потому что я псих, одним словом. Я, короче, вчера пошла гулять с собаками. Вчера у нас было, ну, короче, утром было минус 10, ночью было минус 11, что-то такое, днём минус 7. Я пошла вчера гулять с собаками, иду, и вижу, что у меня собаки замёрзли, обе. Обе замёрзли, короче, а в комбинезоне Джуси, который я покупала в прошлом году, ей очень жарко сейчас. То есть этот комбинезон хорошо, там, на минус 15, ну, там, на совсем такие мороза, а так ей достаточно... А без комбинезона, короче, ей холодно, вот. Вот, и Бонна у меня замёрзла. В общем, я как сумасшедшая, короче, вчера поехала в, ну, магазин этот... Господи, забыла, как он называется. Короче, всё для собак. Вот, купила одной комбинезон и собралась купить комбинезон Бонни. Вообще ей обычно жарко, она у меня очень жаркая женщина, она... Ей даже жарко, вот она часто выходит из дома и идёт, ложится на крыльцо. То есть ей дома жарко, она дома начинает дышать, ложится на крыльцо, и там в минус 10 спокойно лежит себе полчасика на крыльце. Тут я решила, что она у меня старенькая, поэтому ей нужен комбинезон. Короче, комбинезон я и не нашла, но собираюсь заказать. Меня эти... Ну, продавцы там вообще отговаривали от покупки тёплого комбинезона Лабрадору. Они сказали, что, ну, Лабрадорам им же... Ну, не нужно такой тёплый комбинезон, а я их там собралась, знаете, на синтепоне, на флисе такой прям... В общем, сейчас покажу. В итоге, смотрите, что я ей купила. Специальный коврик. Как вы видите, боны здесь нет. Это я там стирку принесла, сейчас буду стирать. У меня сегодня что-то очень много, очень много у меня сегодня стирки. Вот. Купила ей вот такой коврик. Он внутри не просто синтепон. Я, кстати, посмотрела, на Вальбрис такой же есть. Но на Вальбрис... Не знаю, такой же он или нет, но он на Вальбрис, короче, подешевле. Но неважно. Здесь вот внутри синтепон с такими шариками. Считается как ортопедический матрасик для животных. Особенно тех, у кого больные суставы. Но у меня у боны не больные суставы, она просто женщина в возрасте. Комбинезон не купила, купила коврик. Есть здесь боны у этого коврика? Нету. Она на нем не лежит. Здесь полежал кот, здесь полежали все животные, кроме бона. Бона лежит здесь, бона лежит здесь, 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 везде, только не в этом коврике. Передвигала ей сюда коврик. Тоже не лежит, ложится сюда. Короче, не хочется лежать на этом коврике. Ну ладно, животных у меня много. Кому-нибудь да пригодится. Но коврик лежит. Кстати, очень прикольно, он не ее лозит. Вот здесь, с другой стороны, вот такая ткань, какая-то такая, как прорезиненная. Он особо не лозит. Шерсть, пыль. Вот, сейчас буду тоже дома убираться. В общем, представляете? А джусеньки свои я купила вот такой комбинезончик. Смотрите, вот такой на молнии, вот здесь вот. Просто, ну, курточка, тут чуть-чуть совсем синтепончик, и вот такой флис. Хотела такой же бонни, но на бонну такого не было. Вот, и был только такой совсем толстый, флисовый. Короче, меня отговорили от него. Надо ей какую-то попонку купить. Муж говорит, чтобы я отстала от собак, и что с собаком хорошо, вот. Плохо только мне. Ой, девочки, я не могу. Слушайте, ну я псих, у меня бывает иногда такое. Я вдруг решаю, что кому-то холодно, или что с холодом, это вообще у меня отдельная история. Мне кажется, что всегда всем холодно. То моим детям, то мужу, вот. И пытаюсь всех как-то тепло одеть, короче. Это больная тема у меня, да. В общем, вот такой. Вообще он как бы для мальчика, вот. Потому что здесь, видите, такой разрез большой. У меня девочка. Ну, ничего, нормально. Серенький такой, хорошо. Померила джузки. Где вообще супер. Кстати, вчера... Давайте я сразу покажу. Что-то у меня доска, кажется, как будто желтая. На самом деле она белая. Тут у меня просто свет такой желтый. Я еще умудрилась зайти снова в этот... В магазин, как он называется? В глобус. В глобус зашла, купила своему старшему сыну. Вот такие вот штаны. Слушайте, прикольные штаны. Смотрите, какие они широкие вот здесь вот. Это прикольно, что можно одеть... Ну, подштаники сюда какие-то. То есть они прямо широкие, но удобные. На резиночке, это младшему сыночку. Стоили они... Цену отобрали 1100. 1100, смотрите. Ну, это китайские, да. Вот. Но вот такие штанишки вот здесь вот во дворе у меня гулять. Супер. Короче, вы поняли, да? Походу мне холодно, а не всем остальным. Не детям, не собакам. Ой, кошмар. Еще. Сейчас покажу свои. Еще покупки купила. Там вот такие ритузики. Слушайте. Себе. Это прям ритузы. Ну, а как это еще называется? Ну, вообще лосины, леггинсы. Называйте, как хотите. Я называю это ритузы. Везде размеры стоят вот такие. XXXXL. Но на самом деле это, наверное, L-ка. Потому что они мне немножко большеваты. Но хорошо. Я не хотела, чтобы сильно обтягивали. Вот. Главное, чтобы не сползали. Вот такой состав. Не знаю, правда это или нет. Но они очень мягкие. Мне кажется, действительно, здесь есть кашемир. Они прям очень мягенькие. Вот. И внутри вот такой вот. Ну, вот это синтетика же. Да? Что тут у нас написано? Хлопок, лайкра, кашемир. Ну, вот это синтетика же, наверное. Ну, в общем, не важно. Они очень тепленькие. Широко резинки такие. Ну, обычные. Обычные, короче, ритузы одевать под. Не только под. Я иногда бывает одеваю длинный свитер. Вот такие ритузы. И все. Куртку сверху одел. Сапоги высокий одел. И супер. И еще купила вот эти ритузики. Стоили, интересно, цены они все отрывают почему-то. Они стоили 560 или 540 рублей. Вообще, мне кажется, огонь. Вот. И за 990 я купила себе вот такие брюки. Они просто... Единственное, что там были брюки, вот которые, знаете, вот здесь вот с разрезами. Зачем такие делают, непонятно. А я купила вот такие обычные серенькие. У меня как раз, ну, под черную куртку, мне кажется, вообще отлично. То есть, отделаны в одни из колготочки. Сверху вот такие штанишки. Вообще огонь. 990 рублей, да. Вот такие вот. Вот эти вообще бирку оторвали. Ни состав, ничего не посмотреть. Но тут тоже в составе должна быть шерсть. Там что-то шерсть, синтетика. И что-то еще. И хлопок, по-моему. Вообще все бирку оторвали. В общем, такие вот штанцы. Сейчас я покажу. Такие вот штаны. Ну, короче, обычные такие. Они как бы не раскрышенные, а прямые. Вот. Я шмерить не буду. Я хочу их состернуть, потому что там все у них так валяется. Знаете? Ну, качество очень хорошее. Очень. Прям вообще огонь. Вот. И шерсть здесь точно есть, потому что они даже немножечко такие, как колючие. Как колючие немножко. В общем, короче, всех утеплила и себя утеплила вчера. И собаки. И в итоге, что я возмущаюсь-то? Сейчас на улице минус пять. У меня собаки уже целый час на улице. Я выходила, звала. Никто не хочет идти. Во дворе они там сидят вдвоем. Ходят что-то. Целый час. А зато гулять ходили вчера. Мамочка замерзли детки мои. Детки конфетки мамины замерзли. В общем, псих я девочке, одним словом. Вот такие у меня психованные. Покупки. Приготовила обед. Сегодня у нас борщ. Такой сварила. И сварила еще компот из брусники и яблочко. Брусник у меня покупная, яблочки свои. Вот так что. Ну и борщ. Я его, кстати, редко варю. Мне не особо его любят. Но ничего страшного. И давайте я вам еще покажу. Ко мне пришла моя коробочка. Та джусенька моему не помогает. С сайта фармакосметика. Все хорошо запаковано. Я все приобрела со скидкой 50%. Вот. Так что вообще супер. И здесь также и кора, и марка Аравия. Мне очень понравилось. Я решила попробовать шампуни от марки Аравия. Кстати, меня кто-то спрашивал, пробовала я когда-нибудь или нет. Вот. Впервые буду пробовать. Я заказала, значит, шампунь. Правда, здесь для придания объема тонким и склонным к жирности волосам. Я беру такой шампунь на зиму. Потому что, когда ношу шапки, у меня быстро пачкаются волосы. Вот. Несмотря на то, что, кстати, шапки. Мне как-то одна девушка написала, что надо шапки почаще стирать. Я часто их стираю. Но все равно не портится. Пачкаются быстро волосы. Поэтому вот такой шампунь. Попробую. Впервые вообще пробую. Сразу взяла маску, потому что не было никакого бальзама для волос. Или я бальзам заказала. В общем, короче, сейчас покажу все, что заказала. Уже не помню. Значит, вот такую маску для окрашенных волос. Тоже масочки я всякие люблю. Да, бальзама никакого не было. Поэтому я не была в наличии, я имею в виду. Поэтому я взяла вот такой флюид против секущихся кончиков для защиты волос. Вот такой вот. Не знаю. Все буду пробовать. Потом все буду рассказывать. Вот. Дальше. Взяла я... Ну, ссылки тоже оставлю вам. Да. Взяла я вот такую маску от марки Кора. Маска увлажняющая. Почему взяла все от Аравии? Потому что на Аравию на все продукты было 50%. А на Кору не на все. Поэтому я взяла вот такую масочку. Мне кажется, я такую уже как-то пробовала давно. В общем, решила взять еще раз. Вот. В любом случае. Так. Также взяла вот такую ночную маску. Попробовать ночная восстанавливающая маска от Аравии. Я извиняюсь. У меня голос еще после болезни. Еще такой непонятно какой бывает. Вот. Видите? Вот такую. Также от марки Аравии я взяла вот такой крем для лица. От морщин. У меня, кстати, закончился крем от марки Кора. У меня остался такой сывороткой крем для области вокруг глаз. Поэтому я вот докупила. Это я буду использовать как дневной крем. Также я взяла вот такую сыворотку с гиалуроновой кислотой. Потому что зимой для меня очень важно именно увлажнение. Тоже от марки Аравия. И вот такой крем для век. Вообще марка Аравия мне понравилась. Но для сухой кожи она лучше. Потому что крема. Вот я предыдущий тоже заказ у меня был. Там кремушки. Он более такой плотный. Более насыщенный. Более такие жирненькие крема. Для сухой кожи подходит больше. У меня кожа сухая, девочки. Поэтому я, в общем, набрала вот такие вот средства. Ну, ссылочку оставлю. Наверное, я просто оставлю на Аравия и Кору. Не знаю. На все продукты оставлять или нет. Потому что я еще ничего не попробовала. Вот только-только пришло. И, кстати, никакого подарка нет. То есть была скидка 50%. Была бесплатная доставка до пункта выдачи. И все. Никаких вот, видите, подарочков нет. Меня просто спрашивали, всегда ли кладут пробники. Нет, не всегда. И вот принесла показать. У меня закончился уже вот этот крем для лица, который я использовала. Это дневной крем, да? Ой, так. Да, это дневной крем. Он у меня полностью закончился. Будет, кстати, пустые баночки. Я там уже насобрала целую коробку. Видите, абсолютно он у меня закончился. Мне понравился. Действительно, вот для... Конечно, он... Тут слишком много написано про него, что он тут и омолаживает, клеточное обновление. Нет, хорошо увлажняет, питает кожу, быстро впитывается, не скатывается, макияж наносится отлично. Мне нравится. И вот у меня еще осталось, но тут немного у меня осталось, вот такая сыворотка, заполнитель морщин. Ну, я не скажу, что это прямо заполнитель морщин, но тоже очень хорошо увлажняет кожу, питает, даже как подтягивает, разглаживает кожу. Цвет лица очень хороший с этой косметикой. Слушайте, мне реально понравилось. И вот такой для контура глаз. Единственное, что сейчас зимой, когда отопление и морозы, немножко мне не хватает. Вот осенью было вообще супер. Пользовалась с огромным удовольствием. Сейчас я, наверное, немножко не хватает. Хочется вот что-то мне поплотнее, пожирнее. Но у меня сухая кожа. И зимой она становится обезвоженной. Поэтому немножко не хватает. Но вот у кого нормальная кожа, вам вообще будет идеально. Идеально. Если бы была на него, вот на эту линейку, тоже скидка 50%, то я бы взяла ее. Вот. Я возьму обязательно еще вот именно вот этой красной линейкой. Еще, наверное, может быть какие-то... Ну, в общем, еще обязательно возьму. Может быть, не дневной, может быть, ночной какой-то крем возьму. В общем, я вот прям пять с плюсом ставлю. Серьезно. Единственное, что вот да, не хватает. Но у меня слишком сухая кожа в области вокруг глаз зимой. Поэтому все остальное. Ну, конечно, если у вас глубокие морщины, то будет вид такой более ухоженный, более красивой кожи. Кожа ровная, гладенькая. Никаких невысыпаний. Хорошо увлажнена. Вот крем вообще хорошо увлажняет. Даже вот в морозы. У меня недавно закончился. Супер. Мне понравилась вот эта линейка. Я повторю ее обязательно. Просто, ну, так как здесь была 50%, думаю, надо брать вот эту с 50% скидкой. Будет на эту 50%, я возьму тоже и эту. Ну, в общем, здесь все попробуем. И потом также расскажу. Но видите, нужно рассказывать, когда уже закончилось. Потому что ты уже понимаешь, сейчас наступили морозы. До того, как не было морозов, мне вообще, вообще никаких нареканий не было вот к этому крему для области вокруг глаз. Сейчас я чувствую, что мне немножко не хватает увлажнения. Вот. Поэтому. А вот эти два средства, вообще огонь и мороз, и не мороз, мне очень нравятся. Так что супер. Так, джученька моя спит. Холодно, намерзлась, бедная девочка. А кто-то говорит, что я Каспера не показываю. Вот он. Вот он, сладкий мужчина мой. Это кто-то. Вот он, мужчина мой, сладенький. Да боженьки мои. Он тут. Тут вот его пальма, любимая. И он тут спит. Да все, я тебя не трогаю. Все, просто девочки говорят, что я тебе не показываю, что это ужасно. Ужасно, когда такого красивого мальчика не показываю. Это просто, просто ужас какой-то. Понимаешь, красивый мальчик мой. Кто красивый? Касперуша красивый. Вот такой. О, вот он какой. Вот он. Ой, вы посмотрите, какой лапусик. Вот так вот ножку надо помыть. Лапусик какая у меня. Это такое лапусик. Это такое лапусик. Вот такое. Вот такое вот я. Да все, я не пристаю к тебе. Все. Девочки, он не любит, когда его тревожит. Да? Не любишь? Да мой песок. Вот такой, сладкий мой мужчина. Что такое эти руки? Руки у тебя грязные, да? Красавчик. Еще девочки, хочу вам показать. Тут мой красавчик лежит. А че красавчик тут лежит у мамы? У мамы на столе. Мама красится, он испачкался уже в чем-то, в карандаше, наверное, на каком-то. Да? Мама сидит, это я сижу, скажи с ней. Я же красивый, тоже красоту навожу, да? Я вам, короче, хочу показать. Я вчера, ой, вчера, на днях, короче, получила заказ с Вальбрис, и там, короче, в общем, я ступила, короче, одним словом. Смотрю, масочки. Я хотела вообще тканевые маски. Смотрю, набор масочек, цена там, в общем, такая хорошая. И думаю, тканевые маски белорусские есть. Супер, заказала, а это оказались не белорусские маски. Сегодня одну попробую, ой, не тряпочные маски, а обычные вот такие. Сегодня одну попробовала, но мне понравилось вот это вот, вот эту попробовала. В общем, такой наборчик взяла. Ну, как всегда, я подумала почему-то, что это тканевые маски, оказалось нет. Ну, что ты делаешь, что ты делаешь, уже испачкался под чем-то. А? В общем, бывает у меня достаточно часто, кстати. Вот. Вчера я забыла с вами попрощаться, закончить уже этот влог. Вот. Так что попрощаюсь с вами сегодня. Сейчас у нас утра, меня спрашивают, что у меня с глазами. Мне кажется, это у меня после болезни. Они какие-то у меня немножко то краснеет, то не краснеет. Ну, в общем, в общем, да, болеть не очень хорошо. Вот. Всем желаю тоже не болеть. Здоровья. самое главное. Вот. Чтобы все было хорошо. Вот. И на сегодня уже буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, было полезным, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok